Во вторник в кинотеатре Splendid Palace состоялась пресс-конференция, посвященная кинофестивалю «Балтийская жемчужина», который пройдет в Риге с 12 по 21 сентября. Мероприятие открылось фильмом, посвященным 20 годам существования кинофорума, за который Ригу посетили известнейшие представители мирового и российского кинематографа, актрисы Джина Лоло Бриджида и Настасия Кински, актеры Пьер Ришар и Клаус Мария Брандауэр, режиссер Никита Михалков и многие другие. В прошлом году фестиваль не проводился, и директор программ «Балтийской жемчужины» Марина Липченко высказала особую благодарность тем, кто снова вернул его к жизни. Если бы мы сейчас были на церемонии «Оскара», и мне предстояло бы сказать, как это принято после получения золотой статуэтки, несколько слов благодарственных. Я думаю, что я бы сказала их тем людям, которые сейчас сидят за этим столом. И самое главное, в прошлом году, когда, к сожалению, фестиваля не было, то я могу сказать 100% однозначно, это знают все, кто присутствует здесь, за этим столом, что если бы не поддержка Андриса Америкса, то в этом году фестиваля бы просто не было. И, возможно, его не было бы никогда. В свою очередь, известная латвийская актриса Лилита Озола не отметила, что в ее жизни «Балтийская жемчужина» сыграла большую роль. Я была членом жюри и даже президентом фестиваля. Горжусь тем, что я это пережила, что «Балтийская жемчужина» попала на мое время. Желаю зрителям, чтобы у них, пусть даже прогуляв школу или работу, хватило времени посмотреть все фильмы, которые хочется. В этом году у фестиваля будет два открытия. 29 августа рижане в спектакле «Вторая музыка» увидят любимых французских актеров Фани Ордан и Жерара Депардье, которые сыграют в трогательном спектакле о любви без возраста по пьесе «Маргарит Дюрас». На особую волну постановки перед спектаклем зрителей настроят вино, выращенное в виноградниках, принадлежащих Жерару Депардье. Второе открытие состоится 12 сентября. В Доме Конгресса зрители услышат концерт шедевра киномузыки, в рамках которого состоится премьера новой сюиты Раймонда Паулса, посвященной итальянскому композитору Нино Ротто. В свою очередь в кинотеатре «Сплендед Палас» в этот же день покажут уникальную картину «Монтаж окончен, леди и джентльмены». Этот фильм создан из фрагментов шедевров мирового кинематографа, и права на его показ заканчиваются в декабре этого года, так что, возможно, рижане станут последними, кому повезет увидеть ленту. Всего в рамках фестиваля «Балтийская жемчужина» будет показано свыше 60 фильмов. Подробную программу кинофорума можно найти на сайте фестиваля, а продажа билетов стартует уже 14 августа.